ну кстати колесо то мне нравится кстати тимоха 8000 целом нормально на мойку бы надо помыть машину целом я думаю нормально вообще тетенько все будет в телеграм канале то спросили а ты говорит сам купил что ли или компания контора я забыл сказать тогда компания конечно сразу перевела на шиномонтажку и все так что вот что-то с утречка прям ультимативная полный бухлер 4 бузы рама 4 бузы так тяжело зашла нормально так 8 утра прям загрузил но сейчас все зато сейчас сейчас на заправку на брк заедем и потом что потом все и поедем сегодня у нас байкал иркутск из иркутск убежать он такой так что доброе утро хорошего дня но мне хорошая смена поехали надо литров 500 залить я думаю и тема 500 литров зальем и нам хватит так как у нас хорошие ты идут с хорошим расходом иду читай там сейчас уже поменьше будут но после иркутска спуске подъемы но они там есть конечно но не такие затяжные крутые как здесь и соответственно у нас расход-то будет не большой я думаю 500 литров я думаю мне хватит до кемерово кемерово минут от нефти заправимся полные баки все елга дальше сейчас в эту кафешку заехал я мое плен как раз автобус подъехал вот юг тоже стоят и этот автобус народу 8 утра ешкин матрешкин вот они тут конечно раскачали эту кафешку я помню поменьше народу ты было молодцы молодцы буклёр так вот здесь вот буклёр кстати хорошие но иногда на смену попадешь другую там мало мясо кладут может быть под конец уже бухлёра мало остается а сейчас вот три таких здоровых куска мяса я прямо от души с лучком там такая миска бухлёра прямо сейчас так зашло буклёр давно хотел же с суда отошел когда не помню вечером приезжал закрыто было по моему да в общем как-то так все добрый путь бренду дорога испортилась продавлено уже поехали дальше добрый путь а вам приятного просмотра тут аккуратно ребят блин ухо свалила я помню каком году то в прошлом здесь скажу ребята аккуратнее коровы коровы на дороге вот и короче этот в каком же как тут эти или прошлое ну за прошлое ужин ну вечерело это по моему да не курять и было в этом забайкальском крае то где-то уже ближе к чите может быть там же тоже много коров и этот у разбила корову а еще как раз вечерело то есть сумерки да и фары плохо светит и плохо видно ну такой вот промежуток прям нелюбимая она буквально короткое это время но там может всякая ерунда случится поэтому вот вот в этот промежуток когда еще не стемнело окончательный и уже не светло аккуратнее надо быть сумерки так называемая да наверно правильно и вот он в этот сбила корову там-то понятно на глушняк корови то но и фури там тоже не поздоровал не поздоровилась считаю морды нету представьте сколько корова весит за 100 килограмм тоже да я даже не знаю сколько она весит и этот как-то так аккуратно надо здесь на байкальском крае в бурятии тут коровы сами по себе гуляют частенько из пастухов так вроде наелся нормально сейчас еще тому моменту когда уже байкал то будем проходить еще проголодать все там в одной кафешке останавливаюсь еще сковородочку кушаю там картошечка мясо лучок они и получается жарят ты заказываешь и минут где-то 15 ждешь наверно я не знаю сколько ну то есть прямо нас на сковородке шкварчит дау так аж и наш горячая вкуснятина в общем как-то так ладно все в добрый путь смотрите какой вид перед улану д спускаемся допустим торпогатая горы-горы и внизу силинган аккуратненько спускаемся не гоним теперь поворотик будет И еще раз вниз будет спускаться. И вот на ту гору я залазил, в каком-то из роликов есть, показывал. Вот видите, которая слева, на нее залазил. Такой вид хороший открывается. Жалко, площадка маленькая, чтобы встать. Справа-то нету, слева только. Вот такие высокие горы. Вот, ряды брызгают. Вот, смотрите. Какая она большая, да? Так, ну и вниз. Спускаемся вниз. Жалко здесь нигде не припарковаться. Сходить бы вот на какой-нибудь из гор. Здесь мало места. Вот туда бы подняться, но встать негде. И вот так вдоль серенги мы сейчас будем идти, что новую лану для этого, потом, наверное, потом. Да, потом она в стороне остается. Жалко, пустарник растет. Видно. Вистами вот появляется. И вот сейчас мы вот тут петлять будем вдоль горы. Ладно. Добрый путь. Дальше поехали. Сейчас у нас заправка. Через 7 километров заправимся на БРК. Литров 500, я думаю, хватит. Не до... Не до... Не до Кемерово. В правом баке, если что, еще есть. В общем, взял 500 литров. Ну, что-то тут колонка такая медленная. В общем, тут тоже, видите, Делка заправляемся. Делка исполняет мечты. В общем, заправляемся. 500 литров, что-то я тут буду ждать полчаса точно. Вот, поставьте мне побольше эти пистолеты. Что они делают? Так, кстати, по поводу резины-то. Блин, она мне нравится. Она реально мне нравится. Четкую я купил. Прямо вот она меня ждала. Какая-то резина. Прямо меня ждала. М плюс С. 8000. Тимоха. Да, что такое? Интересно. Название АЕ, АЕ ОЛУС, АЕ ОЛУС. Какие-то марки непонятные. Первый раз слышу. Винтер, зима. Ну, то есть, как бы, она как раз с этими-то и доходит. Ну, с родными, которые колеса. И протектор, примерно, плюс-минус похожий. Что там, что туда. Чуть-чуть отличается. Но не кардинально. Так что, вообще доволен. Помыть надо. Машина вся чумазая. Вся чумазая. Как я люблю говорить. Чем чумазастее, тем жиганистее. А, нет. Чуханистее. Чем чуханистее, тем жиганистее. Да? Так, ребята, вот у нас Улан-Утэ. Ну, на самом деле, мы проезжаем по окраине. По окраине проходим. Улан-Удэ, советский район. О, смотри, сколько давал. Очень много частного сектора. Получается, давай, я мою ези. Там, сейчас, машина надо будет выездать. Так, что вы тут? Всем Улан-Удэнцам привет. Тем, кто меня смотрит и кто не смотрит, всем огромный привет. Идем дальше. Сейчас останавливался на стоянке, бегал там в этот... Рыльно-мыльные дела сделал, да, дальше поехал. Примем право. Так, 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 так. Что у нас сейчас? У нас еще один перевал, и мы там уже по равнине поедем километров. Система картофеля, наверное, или сколько там, 150 до Байкала. Так, сколько же сворачивать, да? Сзади никого нету, я никому не мешаю. Царство тоже праворульных машин. Очень много. Я уже показывал в одном из роликов, смотрите, как сделан пешеходный переход, да, в таком буддийском стиле. Смотрите, видите, крыши какие. И из остановки тоже в таком похожем стиле. Красиво, да? В Калмыкии похоже, потому что тоже буддизм, тоже похоже. Цирен Жамсуев. Команда развития города Единая Россия. Цирен Жамсуев. Тут выборы, да, похоже. План УД, округ, что-то номер 11, 8 сентября. Что там? Депутаты или, наверное, Лукаврин? Так что, вот как-то так. Еще переход, смотрите. Сигнал в кадеапазоне. Возможен контроль скорости. Сигнал в кадеапазоне. Так, ну что, у нас скоро поворот, поэтому перестраиваемся на левом. Надо было чуть раньше. Ладно. Чуть позже обгоним вот это вот. Их уже обгонял. Радар, вкач! Все. Центр у нас прямо, а мы налево уходим в сторону Иркутска. 450. Ну, где-то 400, пока мы вот это все пересечем. Я обычно считаю от Улан-Удэ до Иркутска 400. Показывал, по крайней мере, 450. Смотрите, видите, как сейчас на сектор-то много. Ладно, все, в добрый путь. На Байкале включимся. Вроде солнечно. Блока легкие-то ходят, но... Может, попробуем на Байкале тормознем. Сходим к Байкалу. Умоемся. Байкальской водой. Так, у нас красный. Тормозим. Ситрак двухногих. Ладно, все. Так, ну что, продвигаемся дальше. Смотрите, какой вид, да? Тоже красиво, да? Горы, горы. Там река идет. Сейчас мы приблизимся к ней. Там река идет. 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 двигаемся дальше сейчас у нас все забываю перевал то как называется мандрик топом мандрик перевал проскочим и уже будем байкал ехать когда мы приблизимся а еще дальше где-то родник есть а вот он да вот девайл берез остановился здесь воды можно набрать зараза вот с этой стороны нету с этой только можно встать ну либо вот там встать, но далеко идти ну в принципе вода еще осталась так скоро у нас селинга сейчас появится нравится мне вот здесь красиво это высокая гора ну это как бы тоже не маленькая ну это вот это не она, ну селинга в смысле она тут разветвляется сейчас что-то дальше будет покажу людям, которые здесь не бывали она сейчас тут соединиться где мост будет красиво так дружок, ну ты что выехал то? давай газуй, газуй, газуй вот такая здесь природа красиво все, поехал включаем снова круиз-контроль вот вот селинга сейчас будет C.V.O.O.O.O.M.O.O.O.O.O.O.O.O C.V.O.O Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот там вот видно чуть-чуть отличается вода мне там кажется что там глубина уже так пенчатый идет вот так байкал и вот там уже начинается глубина потому что цвет воды отличается но как-то более светлая там темнее да учет садимся до ловим нирвана сидеть да он действительно прозрачный вот здесь смазка это поплавать рубки смазки с балангом далеко видно под водой тут главное видно тот берег на север если туда же вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Давайте со мной посмотрим на Байкал, просто насладимся Субтитры сделал DimaTorzok 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 потом этот и вот сейчас еще одна это же он на спуске получается в поворот не вошел и на баклер тоже с какой скоростью то он шел это хорошо встречки не было ой более чё творят люди не пойму догоняю так я не понял дав по-моему лежал как-то так в общем ребята как-то так опасно опасно даже летом умудряются даже летом болит ханикиду все равно очень классно легким преодолевать култунг летом и шикарно в плане на подъем хорошо идешь там ребята у вас на подъеме там где двухполоска машина лежит так ну ладно поехали 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 ребята новый участок сдали а вот старая дорога от этого деревня как-то мод и да ничего себе давай постарше наверно как я долго оказывается ездил на дальнем востоке ну вот старый участок то шел это только вот коротенький мы заново вернемся сейчас на старое я тут думал уже полностью ты не молчи сразу пусть а ему помоги начальник уговорит скажите за меня так что вот да мы на старую дорогу и возвращаемся а тут марика все раскопали вот это да вот качать идем уже остался вот этот перевальчик вот видите новая дорога идет рядом вот она пошла вверх вот так вот остался один участок и все выскочим с култука все нормально вот 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 практически практически но сейчас вот этот подъем крутой будет и все уже но спуск потом и все выскакиваем и надо сегодня еще километров 200-300 то надо прошагать ну завтра уже полегче будет завтра уже там не будет с с с ребята смотрите тут охранник на мотороллере ездит смотрите у него поставили маячеки проблему сковы прикольно прикольно а значит мне туда оставать с ним а как выезжать я уже давно здесь не вставал ой короче с этим усулием сибирским болен два часа на этом мосту перед мостом все я встаю на стоянку дорожный сибирь как-то так ладно все спокойно ночи до завтра завтра будет новый день ой твух спокойно ночи устал я сегодня что-то и мало по вроде как и сколько км 700 не 200 400 600 700 800 всем привет друзьям ну чтож я думаю по дороге вы уже сразу поняли каннская объездная что-то она тут совсем убитая грейдер бы хоть пустили в общем чуя за этим-то усилий сибирском то переночевал же все с утра выехал да поехал не стал записывать ничего заехал помылся душ принял постирался все и дальше еду сейчас у вас каннск проедем там шашлычка дальше перед красноярском я вот думаю тут мне показать что 180 до туда дотяну и там на ночевать ты буду шашлычка покушаю да и спать вот и все а завтра завтра заправляемся с красноярском там и чё вы и чё и дальше побежим завтра посмотрю если кемерово пробки вот тогда мы пойдем через томск что пробках не стоять и завтра приехать пораньше ой наконец-то асфальта ужас конечно да уже это объездную закончится сколько можно уже но я слышал так вот говорили что асфальта уже сделали что-то с мостом там накосячили комиссия не принимает чё там с мостом уж я не знаю в общем что-то там сделали они не так так слева справа чисто ну ладно тут хоть легче 8 тонн ты не так этот резину же этот там вот трал шоу тяжелый вот он сейчас там будет страдать в общем как то так завтра уже финиш финишный рывок и будем заканчивать рейс так что вот ладно все поехали дальше доброе утро красноярск на заправку встал заправляюсь тут осталось-то уже сколько меньше тысячи уж доедем потихоньку-то что-то тут гранатные эти порвались я думаю в хозяйстве пригодятся же да в парочку то себе заберу ноги были сломать здесь что-то 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 кремовато пошло ладно ладно да уж такой груз я ещё не возил да блин так и по моему вчера я смотрю у меня один перетерся в самом начале вот один перетерся рвала отсюда крюк возьму тогда здесь перетерло 5 штучек уже четыре нет один сам не будем уже как-то так в общем потихонечку туда едем хотим ребята катим что-то тут фура легла на бок он паровозик что полуприцеп так все идем сейчас у нас а чест ватчинске то тормознёмся сейчас надо спорт мастер сбегаю чем какие-то три кошки надо купить уже где-то износились я их выкинул наверное так сегодня к вечеру тоже мать приедем спасибо смотрим ладно поехали на добрый путь дальше едем все нормально смотрите к ватчинский светофор поменяли на этом повороте так старый еще советский был современный хоть его видно теперь стало то он тот вообще не видно было так как чего переезд как-то по-другому сделать здесь все было бы очень новый светофор молодцы тут старый ну знаете эти ламповый ты советский еще старо-старого формата когда солнце светит вообще ничего не видно стрелок было вот которая налево вообще не видно было и сейчас нормально а и 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 там тоже я мы для менюше и тем эти трамвайные пути убрать и сделать от свад сколько проезжаю ни разу трамвая не видел так-так-так ачинск у нас все заканчивается поехали дальше у нас осталось 720 спасибо дальше шагать все сегодня и ролик-то закончен хорош на сегодня все рис выполнен практически твой твой доехали ладно в добрый путь все нормально ребята хотите прикол короче сдалека едут геленваген что ли точно геленваген с прицепом мы еще этого не хватает пара мешков картошки поленья пропус еще глава написан на запаске точно геленваген прицеп такой тоже старенький пилы какой-нибудь электрической или обычный где-нибудь заваленные деревья попилил да повез да я шучу конечно у него этот что у него там у него бензогенератор скорее всего да генератор везет прикол блин геленваген с прицепом такого я еще не видел в общем идем у нас кемеровские горки сейчас сейчас вот за желтый волю в это ехал саня с красноярска будешь смотреть тебе привет познакомились а я глав неожиданно еду за ним ты чё говорит этот а аварийка была игру давай чё обойдем ее магнит по-моему что провозим давай давай играть за мной тогда все и вот что-то говорит а ты чё с якутии вернулся я в смысле а ты откуда знаешь так смотрю тебя и его это это вот саня с красноярска привет на желтой вольве огромный огромный санька привет дай бог я как говорит свидимся конечно свидимся вот идем дальше светофор сейчас реверс проскочили прямо махом так даже не стояли и она моргающий зеленом короткий там мостик ты этот 20 метров проскочил все обходы там ходе тойота сушу 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 в общем сказали там выборы в кемерово выходной сегодня никому мы не нужны спокойно проезжают все так что сейчас поскочим и пойдем дальше дорожники чё не выставляют знаки да значит ремонт где-то будет делаться ладно идем дальше сани еще раз привет будешь смотреть этот момент огромный привет поехали дальше а санька я догнал это желтая сканя саня можешь передать привет я тут записываю твой голос передам привет привет всем друзьям знакомым жене сэму всем здоровья всех благ всего хорошего спасибо спасибо саня давай удачки еще раз я тебя хотел спросить ты по машине то все прошил там все сделали тебе да нет ничего не делали в смысле только этого сделали там не официалов же в ставрополе делали и ничего не прошили я вот только в уфу хочу попасть там эти шахманты и попробовать прошить а что случилось не ну просто я на нем работал тоже на таком же я нового получал мне в красноярске два месяца голову делали пока не нашли человека в новосибирске вот он ну короче ребята там все сделали все прошили панель приборов прошили магнитолу прошили короче все полностью печку прошили и все машина не ошибок ничего там видишь у тебя смотрю ошибка показывает ну сближение вот эта дистанция она ну по прицепу тоже она какая-то ошибка пьется получается не состыковка с прицепом их надо вместе это они все делают потом эти все ошибки пропадают да 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 там вот этот ставропольский прицеп видишь поженить то не могут никто а есть номер если что я запишу в общем ребят едем по ночному а я что-то из музыку заслушался и не записал в общем едем едем нам надо сейчас переехать реку будет там мост почти доехали уже все уже время местного уже 12 я вот еду и ищу где можно притулиться скорее всего на том что на той стороне берега в общем 25 километров ничего себе в общем в каком-то районе непонятно я не знаю в Новосибирске вот вот ладно все ребят поехали дальше осталось немножко так ребят ну чё тут осталось немножко я уже тут нашел смотрю там фуры стоят и как бы сзади он там стоят в общем думаю здесь то и обочина такая широкая нормально ну все ребята рейс закончен наконец-то сколько километров я уже не помню ну в общем все вовремя приехал получается завтра к 8 надо быть ну тут осталось 10 по моему 15 километров поэтому я просто там не знаю есть ли возможность переночевать то перед адресом поэтому не будем рисковать что потом там по темноте где-то ползать завтра с утра поедем туда на разгрузку к 8 к 8 или к 9 мне сказали к 9 по моему так что высплю спокойно сейчас пол двенадцатого ночи в Новосибирске тут такой факел а во я хотел показать вам смотрите какой факел я охренел подъезжаю смотрите он выше был чё за хрень смотрите он вообще мощнее был он ну выше метра он на 3-4 наверное и он периодически тухнет может он сейчас разгорится а вот такой вот тут нюанс интересный вот так что вот на таком пейзаже заканчиваем ролик видно не видно факел вот на таком на такой ноте огненной заканчиваем ролик спасибо за просмотр ребят рейс выполнен надеюсь вам ролик этот понравился что-то малеха подустал сейчас высплюсь отдохну и завтра будем новый день как говорится и посмотрим что там логисты придумали мне так что вот все давайте до новых встреч пока пока спасибо спасибо